Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 17 марта, Сибирский регион, Алтайский край. Как видно, выглянув за окном, мы увидим, что у нас во все еще зима. У нас пока что нет плюсовых температур ни ночных, ни дневных. Погода такая серая, бессолнечная. И вот я хочу рассказать, как в таких условиях я выращиваю свою рассаду. Как получить качественную рассаду, то есть про уход за рассадой, которая была посеяна в ранние сроки, в феврале, для выращивания в теплице. Лампу сейчас включу, потому что они у меня с подсветкой, и расскажу все подробнее. Вот видите, после того, как я включила подсветку, сразу стало веселее, а то вообще не видно было даже этих, нельзя было разглядеть листики. Смотрите, для того, чтобы высадить пораньше в теплицу, например, в апреле, конечно, я сею томаты тоже пораньше. Вот эти были посеяны в середине февраля. Они сейчас распекированы, и у них вот по три листа. У кого-то третий лезет, у кого-то четвертый. И ясно, что у меня в сибирском регионе, как я вам вот показала, еще зима, еще темно на улице. Вот сейчас обед, час или два часа дня. Солнца нет, и сегодня не будет. Завтра, возможно, тоже не будет. Вчера вообще была вьюга пурга, позавчера был снегопад. В это время солнца растениям не хватает. И если вы хотите вырастить качественную рассаду, не вытянувшуюся, конечно, нужна подсветка. Про подсветку у меня на канале есть много видеороликов. Я сейчас не буду удлинять видео, но сразу скажу, что у меня свет висит. И, как сказать, количество вот этих часов, многие спрашивают, сколько часов, зависит, конечно, от погоды за окном. Вообще, с 8 утра до 8 вечера он у меня включен. Но если наступает такое чудо, что выходит солнышко, и начинает светить солнце, падать вот на мои эти листики, я, конечно, могу днем сделать перерыв и лампы выключить. Но все-таки, чтобы и свет не мотал, и вообще, чтобы ничего не нагревалось, с электропроводкой. Все, про свет я сказала. Свет для выращивания ранней рассады, особенно в холодных регионах, я считаю, что он необходим. Потому что даже если у вас южное окно, но если вы живете в сибирском регионе, и приравненном таком тоже холодном, то ни в 8 утра, ни в 8 вечера солнца не будет. Даже на южном окне. Дальше. Смотрите. Как я уже сказала, у нас минус днем, минус ночью. И ясно, что на окнах еще холодно. На окнах еще холодно. И поэтому вот первое время у меня вот эти лотки с рассадой, хоть это посевной лоток, хоть это вот такой уже стаканчики распикированные, они у меня всегда стоят на чем-то, на какой-то подложке. Но вот в данный момент в качестве подложки у меня выступают эти же, такие же лоточки, только перевернутые. Были годы, когда я подкладывала картон в несколько слоев. Были годы, когда подкладывала старые книги, учебники, не нужны, которые уже были детям. Были годы, когда подкладывала брусочки. Но всегда что-то у меня было подложено, потому что вот этот вот подоконник, я даже вот не так давно показывала, что у нас с этой стороны окна налить вот тут в комнате, не на улице, а в комнате, вот вдоль этих швов, и ней и налить. Ясно, что растениям будет очень холодно. Поэтому эти штучки, вот эти вот подложки убираю, когда наступает там плюсовая температура. И когда вот так вот потрогав, но прислонившись к стеклу, я чувствую, что нет вот такой, нет ледяного холода такого, что приемлемое. Все это на уровне ощущений, все это на уровне интуиции, когда убирать эти лотки. Ну, убираю. Дальше, про полив. Если холодно на окне, если температура низкая, то полив должен быть умеренный, потому что, ну, понимаете, если бы было жарко, быстро бы высыхал вот этот грунт, а если жары нет и тепла нет, то влага очень долго сохраняется в грунте, и грунт может закиснуть. Про полив я отдельно расскажу, сейчас прям коротенькое видео. Я специально вот оставила непрорыхленные и неполитые. Видите, как отличаются? Вот это одни и те же. Вот какие я принесла. У меня сегодня ежедневный дежурный уход. Я прорыхливаю, поливаю, какие нужно. Про полив скажу отдельно, но единственная общая фраза, что поливаю по состоянию. Если сейчас будет жара, если солнце будет в окно светить, если стаканчики будут быстро пересыхать, буду часто поливать. А сейчас пока что у меня произошло такое чудо, везде прохладно. Я после пикировки один раз усиленно полила, и вот сегодня я первый раз прорыхливаю и буду поливать их первый раз. Они до сих пор некоторые еще влажные. Все. Так, то, что холодно сказала, свет обязательно сказала, полив умеренный сказала. А, про рыхление. Рыхление считаю неотъемлемой частью вот такого дежурного ухода для получения качественной рассады. Но про рыхление мне придется снимать тоже отдельное, потому что тут столько нюансов, на которые, ну, как начинающие новички, вообще не обращают внимания. А я считаю это очень-очень важным. Вот. На этом этот видеоролик я сейчас заканчиваю. Вот обзор рассады, которая посеяна в середине февраля. Не всходила долго. Дней 7, наверное, некоторые даже 10. Но сейчас она уже распикирована. И у них, как бы показать, прекрасная корневая система. Я за них уже не беспокоюсь. Вот в таком состоянии томаты загубить уже очень сложно. А чтобы рассаду эту не загубить, я ничего туда ничем не поливаю, ничего не добавляю. Я стараюсь дать им ту жизнь, как естественную. Вот как они растут, только, как говорится, солнце, воздух и вода. Все. Больше ничего. Я их не трогаю. Они мне за это, в благодарность за это, мне получаются крепкими, здоровыми. И мне нужно их сейчас дотянуть, так как у меня придомовая теплица в этом году разрушена, мне нужно их дотянуть до того периода, когда можно будет вынести в огородную теплицу и там их оставлять. И как только там я их размещаю в теплице, где солнце и где немножко такая температура для них более приемлемая, ночью холодно, а днем жарко, там они сразу попрут и будут толстые, здоровые. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот про ежедневный уход за рассадой в ранние сроки в холодном сибирском регионе, где в средине марта, казалось бы, уже весна, но у нас еще по-прежнему зимушка-зима. Все. Субтитры сделал DimaTorzok